Это интересная история про один аквариум, но началась она с невзрачной картонной коробки из Кореи. Может быть я уже насытился немецкими брендами и китайскими производителями, а может быть просто настало время открывать новые горизонты. Продолжение следует... Но к моему удивлению, достаточно быстро оказалась в руках курьера, который в 10 часов вечера доставил ее до двери. Наверняка вы уже догадались, что внутри. Этот год я хочу начать с редизайна этого аквариума. Но для этого мне понадобится частично поменять оборудование, и кстати не только оборудование, но более качественное, более подходящее для тех условий, которые в этом аквариуме будут создаваться. А вот насколько это оборудование будет качественным, как будет развиваться этот аквариум, вы сможете понаблюдать, посмотреть в последующих видео на канале Пара Аквариумистика и конечно в моем инстаграме. Знаете, это таинственное чувство, которое часто называют предвкушением. Сейчас, сидя перед этой коробкой, держа в руках перочинный нож, именно оно поглощает каждую клеточку моего тела. В голове только одна фраза. Гудбай, Китай, да здравствует Корея. Секунду спустя, нож словно по маслу разрезает скотч. Тихий хруст картона нарушил зависшую в комнате тишину, и мои руки потянулись к замотанной в пупырчатую пленку упаковке. Это светильник NUNIQ M30. Светильник, с которым, я надеюсь, будет расти почвопокровка и пару других растений. Конечно, мы это проверим не сразу, но второй важный для меня момент – это дизайн. Внешний вид светильника, который должен быть современным, стильным, гармонично смотреться на аквариуме без крышки. Внешний вид светильника мы оценим уже сейчас. Оценка любой техники всегда начинается с упаковки, с ее веса, картинки, надписей, с тактильных ощущений. Мы еще не знаем, насколько вкусная будет конфетка в нее завернутая, но первое впечатление всегда оставляет отпечаток. Замечали, что новые вещи, будь то светильник или новый телевизор, всегда имеют запах новизны? Я его обожаю! Так, ну что, мы вскрываем коробку. По всей видимости, это сам светильник. Да, это светильник. Давайте его пока что в сторону уберем. Внутри аккуратно расположились у нас крепления к светильнику, с помощью которых он будет устанавливаться на аквариум. Ну и, соответственно, сам провод. Ну что, давайте собирать крепление и установим его на аквариум сразу же. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, собирается легко и интуитивно понятно, даже без инструкции. Собрал ее достаточно быстро. Помимо этого, хочется сказать, что в комплекте также еще идет и тросик. Два тросика для подвешивания. Мне, конечно, сейчас это совсем не нужно, но вообще очень приятно, что такая функция при необходимости она здесь есть. Два тросика, соответственно, будут вставляться при необходимости вот в эти отверстия. Ну, здесь специальные заглушки такие. И пока что я их закрою. Ножки у светильника прозрачные, акриловые. Благодаря этому не бросаются в глаза. А светильник будто парит в воздухе. Корпус светильника выполнен из алюминия. Такой материал отлично поглощает тепло и делает его отвод. На проводе питания имеется ручной диммер. Другими словами, регулировка, которая позволяет увеличить или уменьшить количество света. Обратная сторона светильника матовая. Основные характеристики перечислять не буду. Вы их и так видите на экране. Светильник NUNIQ серии M оснащен светодиодным освещением. Встроенные таинственные печатные платы с широкоугольными светодиодами. Обеспечивают равномерное проникновение света по всему аквариуму. Светильники разрабатывались для пресноводных аквариумов с растениями. Однако являются неплохим вариантом и для аквариумов совсем без растений. На данный момент в M серии 4 размера. M30 как у меня предназначен для аквариумов от 30 до 35 сантиметров. M60 от 60 до 75 сантиметров. M90 от 90 до 100 сантиметров. И последний размер M120 для аквариумов от 120 до 130 сантиметров. Знаете, я удовлетворен внешним видом этого светильника. Думаю, вы согласитесь с тем, что он действительно смотрится достойно. Но устанавливая его на этот аквариум, который готовится к перезапуску, я волновался, что растения могут смотреться неестественно. Неоднократно сталкивался с такой ситуацией. Светильник вроде предназначен для растений, а растения под ним будто искусственные, пластиковые. Я очень рад тому, что NUNIQ в этом плане не подвел. Внешний вид естественный и живой. Это видео не только начало истории редизайна аквариума, но и большой истории светильников NUNIQ в нашей стране. За ее границами они уже давно пользуются популярностью, а мы с вами сейчас, можно сказать, стоим у истоков развития этого бренда тут, на этой земле. Обязательно заходите на сайт познакомиться с ассортиментом и с брендом NUNIQ. Редактор субтитров А.Семкин